Всем привет! Сегодня у нас последнее из 10 правил моделирования сайта Alias Workbench. Добрались мы до финального правила и звучит оно у нас Match Curve on Opposite Sides. То есть в переводе соответствие кривых на противоположных сторонах. Заходим в само правило, смотрим то, что здесь есть в описании и то, что дается далее в виде расширенного описания. У кого с английским трудностей, перевод будет в описании под видео. То есть здесь от первого самого правила до десятого уже насобиралось довольно таки много всего и из всех понятий здесь только добавится opposite, то есть противоположные. Ну и так приступим. То есть правило звучит на соответствие кривых на противоположных сторонах. И дальше у нас объясняется то, что кривые у нас имеют одно направление, но поскольку мы работаем с поверхностями, то соответственно поверхности имеет два направления, то есть U и V. U это горизонтальное направление, V это вертикальное. Ну и каждое направление может иметь различную степень. И здесь имеется в виду размах, но длина и ширина практически. То есть у нас здесь сама идея и мысль состоит в чем? Поскольку у поверхности есть U и V, то есть U направление V горизонтальное, вертикальное, то желательно, чтобы степень на V direction, то есть на вертикальном направлении совпадала. То есть здесь третья степень и здесь третья степень. И точно тоже было и по направлению U, то есть по горизонтали. Здесь вторая степень и здесь вторая степень. Потому что как бы ну это критерий построения. То есть если мы перейдем, я пока вот это скрою временно, то есть возвращаемся снова сюда. То есть у нас здесь вот основная мысль. Переходим, я возьму, сделаю импорт. В принципе там у меня на рабочем столе есть вот этот момент, который учебный пример. Я его сгруппирую, отравняю по низу, отображу полностью все, только единственное здесь вот эти штуки в V-Ray отключим, чтобы они не мешали. То есть она у нас как бы желательно конечно ее отцентрировать и повернуть. Ну будем пока отцентрировать таким образом. То есть вот она и повернем ее на 90 градусов. Здесь конечно в этом случае опять же желательно отцентрировать по какому-то виду. Можно концентрик, можно и дальше уже с ней работать. То есть у нас получается какая ситуация. Разгруппирую ее. Здесь как бы мы можем оставить только вот эту часть. Она нам пригодится. Здесь у нас blend. Ну в принципе мы можем поступить таким образом. То есть опять же достаем вот эту панель, берем вот эту штуку. Вот здесь, вот в этом месте, ну он как бы виден. И вот в этом месте вот он видит blend. То есть вот его, вот этот момент. То есть будем отталкиваться от того, что blend идет вот здесь. Я почему делаю полностью все кривое. Вот это, простраивая и там и там. Чтобы показать вот где находится этот blend. Ну как бы чтобы уже формировалось понимание. То есть вот здесь это blend. То есть я возьму вот таким образом. Дальше здесь конечно нижнюю часть хотелось бы взять, но она вот срезана. Поэтому я возьму вот эту часть. Отсюда. И дальше вот эти моменты. Пускай будет один. То есть вот эту можно было бы и не брать. Можно ее скрыть. А вот это скрыть. У нас вот есть такой момент. То есть получается. Как бы нам необходимо. Я вот здесь в данном случае работаю на 6. Ну неважно. Не буду я перестраивать предположим через Autodesk Shape. То есть мне надо сделать join всех вот этих вот кривой. Ну и мы их стандартными инструментами перестроим. В принципе здесь довольно-таки интересная ситуация по идее. То есть мы их перестроим. Ну у нас будет здесь отклонение. Я не буду его брать. Оно мне как бы особенно в данном случае не интересно. Ну и вообще оно не интересно. То есть мы берем, перестраиваем вот эти кривые до вот таких степеней. И вот эту перестраиваем вот сюда. То есть можно конечно проверить по графику кривизны. То есть достать панель, с которой мы будем работать. Ну и опять же основные инструменты. Они в одну панель их можно собрать. Там не знаю расположить ее где-то внизу предположим. Вот такой строкой. Вот эту вообще скрыть. Которой не пользуемся. Ну или не скрывать. Ну просто одну свою какую-то сделать и по ней ориентироваться. То есть получается у нас ситуация какого плана. То есть мы посмотрели. У нас вроде как все нормально. Да и мы начинаем формировать. То есть простраивать наши кривые. Опять же достаем панель с кривыми. Строим. Построили. Смотрим. То есть у нас вот такая замечательная получилась поверхность. Возвращаемся сюда. Смотрим. Такая поверхность. Такая. Ну по рисунку она немножечко отличается. Но не важно. То есть у нас получается соответствие контрольных точек и степеней на одной стороне вот этой поверхности и вот этой. Да и у нас структура сетки. Ну то есть контрольных точек. Это каркас. Вот это каркас. То есть он у нас как бы простраивается довольно таки неплохо. И выглядит он вполне адекватно. И если предположим достать опять же панельные работы. Здесь цвет можно менять. То есть это не зависит. Можно поставить например там зеленый как бы будет. То есть неважно. То есть в принципе поверхность у нас отличная. То есть мы там можем отображать из-за кривые. Можем ее менять. Можем менять. Смотреть. Такой вариант конечно будет рябить немножко в глазах. Но этот вариант позволяет нам посмотреть где какие недостатки. То есть вроде как проверили. Все соответствует. Все нормально. То есть хорошая поверхность. Все отлично. Движемся дальше. Если параметризация пар совпадает. То тогда хороший поток имеется ввиду по обеим направлениям. То есть в принципе если мы сейчас у нее включим из-за кривые. Ну и здесь конечно желательно повернуться в обеим направлениям. То есть привыкать. В горизонтали вертикали. И дальше включим вот эту часть. То в итоге мы получаем как бы довольно таки. Ну здесь вот этот момент. Вот этот среза. Это просто отображение. То есть с другой стороны все нормально. Вот. То есть отлично она построена. И поток у нее нормальный. То есть по обеим направлениям вроде как все хорошо. Это только лишь потому что мы строили 4 на 3, 4 на 3, 3 на 2 и 3 на 2. То есть мы соблюдали противоположность сторон. Здесь имеется ввиду противоположность сторон. Дальше у нас имеется такой вариант. Если стандартно построены поверхности с распределением, скажем, более-менее равномерным точек на кривой. Да, то и поверхность мы получаем тоже good flow. То есть хороший поток на поверхности. То есть поток это имеется ввиду, во-первых, расстояние от точек равномерное. И во-вторых, расстояние точек от поверхности тоже в одном из правил было указание по поводу расстояния точек от поверхности. То соответственно мы хорошую поверхность получаем. Если у нас где-то будут какие-то раздвижки, подвижки, то есть мы можем сделать таким образом. То есть вот это у нас первый случай. То есть в этом случае мы слой сделаем good. Так проще. Не надо будет вставить никаких. Вот этот скопируем, копиям. Сделаем новый и сделаем no good. И можно скопировать так, можно через скрипборд. Ну то есть кому как удобно. Вот эту поверхность мы убираем. Дальше отображаем контрольную точку. Проект 10. И вот здесь, конечно, как бы хотелось бы переключиться вот в такой момент. То есть я одну подвину сюда. Одну подвину сюда. Как-то. Ну то есть вот эти части передвину. Подвину тоже. И вот эти стороны перестрою. Делаю rebuild. Подниму степень на единицу. Ну то есть чтобы удобно было показывать этот момент. То есть вот эти по нормали подвину. Подвину. Вот эти чуть-чуть сделаю уже. То есть вот таким образом. Ну как бы у нас все осталось на месте. Ну грубо конечно на месте. Ну скажем на месте. И мы делаем поверхность. Только я конечно вот этот инструмент выбрал. То есть мы сделали поверхность. Теперь смотрим. Вот она в чем проблема. Good и No Good. То есть если мы возьмем вот это подвину сюда хотя бы. И включим Good. Слой. И опять же можно развернуть направление. Смотрим поток здесь. Смотрим поток здесь. То есть вот она. То есть желательно при построении делать в соответствии противоположных кривых. Чтобы у поверхности ребра были нормальные. И поток распределения контрольных точек тоже был нормальный. Потому что вот это плохо. То есть вот это очень плохо. Мы если опять же далеко ходить не будем. Здесь у нас вот этот вариант пускай будет вот так. А этот вариант у нас будет вот так. Ну то есть как бы это более-менее понятно. Что имеется в виду. Какой из этих вариантов правильный. То есть это вот основа этого правила. То есть у каждого правила в начале есть основа. И дальше оно как раз у нас исследует дальше. То есть давайте разбираться дальше. То есть если применять правила, то это правило применяется, когда создаются кривые для новых поверхностей. То есть и как подсказка, ну такая как бы определенная вот здесь указывается, я ее сделаю курсивом жирным. Попробуйте привыкнуть копировать кривую для противоположной стороны, чтобы иметь такую же параметризацию. Прежде чем применять, перемещать вернее control vertex, ну контрольные точки, чтобы изменять форму поверхности. То есть здесь рекомендуется делать первую кривую, вторую кривую и соответственно копировать. То есть можно поступить, здесь конечно можно чуть-чуть этот рисунок вот таким вот образом уменьшить, потому что он за пределами, то есть он не весь. И здесь получается, то есть мы создаем первую, создаем вторую, да, вторую копируем. Но тут же приводится пример какого плана. В Элиас существует инструмент, называется stretch. То есть curve-edit-modify-stretch. Он изменяет форму кривой при сохранении того же распределения контрольных точек. Что это имеется в виду? То есть мы можем построить одну кривую, построить вторую, да, взять эту кривую, скопировать на противоположную сторону. Но поскольку у нас форма поверхности будет вот такая, то нам надо как-то эту кривую повернуть. Простым поворотом мы повернем, но мы можем не попасть по форме. А инструмент stretch, он предполагает, ну, как бы, предполагает в себе, ну, инструмент двойного действия. Он, во-первых, растягивает кривую, то есть может удлинять и укорачивать ее, и плюс он же делает и поворот. То есть, если бы в РИНА был такой инструмент, было бы отлично. Но в РИНА приходится очень много телодвижений делать, чтобы выполнить одну операцию, вот такую. Ну, одно такое действие, да, скопировать, поставить, повернуть с сохранением структуры. Приходится масштабировать по одной, по двум осям. Ну, то есть, как бы, вот такого плана получается. Дополнительные действия. То есть мы, в принципе, по большому счету, если, например, сделаем еще один слой. Возьмем вот эти кривые и скопируем сюда. Остальное можно пока отключить. То есть мы построили первую кривую, да, мы построили вторую кривую. Ну, и здесь ее желательно тоже сделать и ребилд. Поднять немножко степень. И в итоге мы получаем тоже 3х4, 3х4. Ну, то есть третья степень, четыре контрольных точки. Теперь получается у нас, мы можем, если, конечно, такая поверхность строится, то мы можем, по идее, сделать копирование. То есть, если симметричная поверхность, она, скажем, более-менее равномерная. Но в данном случае мы можем, предположим, копию сделать, да, то есть нам нужна копия. Мы берем копию, переносим вот сюда. То есть, предположим, вот таким вот образом. Да, она должна быть как-то наклонена. То есть мы здесь, в этом случае, можем применить инструмент поворот. То есть, если мы повернем, предположим, вот так, ну, пускай будет у нас построение такой поверхности. Мы берем вот эту сюда. И теперь у нас получается такой момент. Мы должны, по идее, выбрать масштабирование. То есть мы структуру контрольных точек не меняем. Они как были четыре контрольных точки, так и остаются. Но нам желательно вот попасть вот в эту точку. То есть мы отравнялись по скейлу вот к этой позиции, да. Но когда будет поворот, она уменьшится, эта позиция. Нам придется очень долго подгонять. То есть, как бы смотрим, да, вот она вот уменьшилась. Теперь нам надо еще раз взять инструмент увеличения. И вот этими действиями, по идее, как бы попасть. Ну вот, вроде как бы мы попали. То есть дальше увеличивать смысла никакого нет. Ну то есть вроде как мы попали. Теперь смотрим в этой плоскости. То есть у нас здесь вот этот момент как-то повезло попали. То есть получается, мы сделали поверхность, которая выглядит следующим образом. Выглядит она вот так. Если посмотреть, то она сохраняет полностью все параметры. То в этом случае как раз и имеется в виду, что желательно строить две кривых и их копировать на противоположную сторону. Тогда у нас, во-первых, будет хороший поток на поверхности. То есть распределение контрольных точек. И если есть инструменты вот этого поворота масштабирования, то мы можем очень точно подогнать форму. Дальше идет инструмент перестроения. Ну то есть в Алиасе это есть. Это здесь рассматриваются именно инструменты Алиаса. То есть если, предположим, построение поверхности производится не из кривых, а из рёбер, из кромок, то можно использовать параметр Rebuild для перестроения поверхности. То есть получается, если мы строили по кромкам, вот здесь, вот в этом случае, да, без включенного параметра перестроить. То у нас поток, вот он как, контрольные точки, они смещены. Ну то есть получается по одному направлению. Здесь вот U и V маленькие, конечно, индикаторы надо было больше сделать, чтобы видно было. Или хотя бы сделать как, вот, более-менее нормально сделано в плагине Откадес. То есть там U и V нормально видно. Здесь U и V, вот они маленькие, да, получается. То есть у нас по направлению V распределение контрольных точек здесь и распределение контрольных точек здесь вроде как нормально идёт. То есть оно нигде не смещается. А по горизонтали, по U, оно вот такое, ну, не очень гармоничное и не очень, скажем, они параллельно идут, да. И в этом случае мы на первом ребре, то есть на единичке, вот она по позиции, включаем Rebuild. И инструмент пытается перестроить поверхность таким образом, чтобы она оставалась сматченной по позиции. Но структуру её изменить, то есть перестроить контрольные точки таким образом, чтобы поток был, ну, более, скажем, улучшен. Вот. В итоге дальше у нас, ну, то есть этот инструмент есть, я не знаю, как в других программах, есть ли такое похожее. Ну, наверное, скорее всего должно быть. То есть здесь для инструментов Square и для инструментов рельса, то есть квадрат рельса. Дальше у нас идёт нарушение правила. Это когда создаётся концептуальная модель и просто разрабатывается макет патча, патч layout. То есть плохое распределение, скажем, оно не сильно важно. То есть нам главное сделать концепт, посмотреть, нам не важно, как там точки распределяются, то есть концепт, когда делается, это не учитывается. То есть вот это правило, ну, как бы вот это нарушение, его можно выделить там каким-то цветом, ну, пускай будет синим, пускай будет вот таким. То есть вот это здесь, вот в этом месте как раз и важный момент. И дальше у нас уже, соответственно, не стоит тратить время и беспокоиться о распределении контрольных точек, если поверхность выглядит нормально. То есть не надо, если это концепт. Это можно поправить уже на стадии моделирования, когда уже будет разрабатываться модель в нормальном, скажем, её состоянии, которое будет по итогу. Дальше получается у нас такой момент описан, что ещё всё зависит от того, как мы строим кривые. То есть вот здесь в этом случае, в этом, односегментные кривые были описаны вот здесь. То есть одна односегментная кривая, вторая односегментная кривая. Копируем одну на одну сторону, вторую на вторую, ну, то есть создаём поверхность, и поверхность получится одного сегмента. Здесь тоже односегментные получились поверхности. А дальше идёт кривые с несколькими сегментами, то есть построение поверхности на основании кривых, с несколькими сегментами. То есть получается сопоставлять кривые на противоположных сторонах более важно для многосегментных кривых с большим количеством спанов, чем для односегментных. То есть сопоставление вот в этом случае более важно, чем вот в этом. И дальше у нас получается первый случай. На обеих кривых одинаковое количество точек редактирования. И во втором случае разное количество точек редактирования. То есть у нас в первом случае создается одно количество из-за кривых, ну из-за пармов. В втором случае другое количество, ну то есть больше. И здесь у нас получается когда, предположим, у нас есть две кривых, ну вот они трехсегментные. Раз, два, три. Три сегмента. Не важно, какая степень. Третья, пятая, седьмая. И здесь три сегмента тоже. То мы в итоге получим трехсегментную поверхность. То есть она будет соответствовать. Мы только одно направление берем. Второе не важно. Здесь на втором направлении, предположим, здесь степень третья, здесь степень вторая. То есть нам вот это направление, оно не важно. Нам важно именно три сегмента по горизонтали, по вертикали мы не берем. А здесь во втором случае у нас первая кривая строится трехсегментная, а вторая четырехсегментная. То есть раз, два, три, четыре. И в итоге мы получаем увеличение из-за кривых, ну из-за парма, на самой поверхности. И соответственно получаем кросс-кнот, то есть перекрестную вставку. Узел. То есть вот здесь вот у нас как бы три спана и четыре спана не складываются. Ну в смысле должно быть типа семь. Нет, не работает таким образом. Просто сложение не работает. Здесь немножко другой принцип. Ну то есть посмотрим, попробуем. Я на этот момент перейду, выключу и то есть на первый слой и соответственно приходим вот сюда. то есть вот это нам уже панель не нужна, вот это не нужна. То есть нам желательно как бы взять кривые. То есть первый вопрос, который возникнет по поводу построения кривых, с какой степенью строить, это раз. Какая степень? Здесь не указана степень. В игре нет. Здесь есть только спан. То есть три спана, три сегмента. И какую кривую выбирать? То есть если я выберу вот эту кривую, она здесь не пойдет. Почему не пойдет? Потому что у меня точки проходят по кривой, значит мне нужна вторая кривая, интерполяционная. То есть в этом случае я к ноты поставлю на униформ пока что, в данный момент. Дальше это все как бы прояснится немножко. То есть стань точкой. Если бы я использовал вторую кривую, то есть первую по контрольным точкам, я бы не попал в форму кривой. То есть вот мы установили, да. Я, конечно, не знаю, как строилась нижняя кривая, я сколько ни пытался попасть, тем не попадая в такую форму при таком построении. Вот при таком именно построении. То есть смотрим по деталям. Что у нас здесь? 5-6. То есть как бы по идее, если ввести команду remove knot, попытаться, у нас получилось не то, что мы хотели. То есть пятая степень здесь как бы не подошла. И смотрим здесь тоже. 5-6. То есть не подходит. Убираем. Берем, понижаем до третьей степени. Пробуем здесь. То есть мне необходимо построить сначала вот эту кривую. И теперь вот эту. Но как бы я жалю, я сколько ни пытался это сделать, у меня в форму не получается передать. То есть смотрим по деталям. 3-6. 6-3, 3. Ну, соответственно, 3 сегмента есть. Смотрим вторую. То же самое, что у нас здесь. 3-6. 6-3, значит 3 сегмента. То есть если команду remove knot ввести, мы получаем по итогу ситуацию. Раз сегмент, два сегмента, три сегмента. То есть все есть. Смотрим здесь. Ну, только лучше, конечно, сначала команду ввести, а потом выбрать. И она покажет именно узловые вот эти точки. То есть получается все нормально. 3-6, обе. Я здесь немножечко форму поправлю. Ну, так, вручную. Потому что как-то довольно сложновато попасть в форму сразу с первого раза. Ну, перераспределение сделаю. Ну, как бы это не критично в данном случае. Просто почему-то возник такой вопрос. Почему же все-таки так? Ну, наверное, скорее всего, кривую подстраивали. Ну, будем считать, что в форму мы попали. Вот. И в этом случае тоже немножко подровняем. Пускай там распределение будет разным. Ну, как бы это в данный момент не сильно важно. Нам важна сама суть. То есть получается распределили. Да, теперь мы берем... В этом случае я возьму просто обычную поле... Ну, обычную линию и перестрою ее до степени. Пускай даже такой, как бы это вообще не важно. То есть у нас здесь получается какая ситуация? Третья степень три спана. Третья степень три спана. Третья степень односегментная. То есть один спан. Мы в итоге должны получить поверхность из трех сегментов. То есть выбираем. Пробуем разные инструменты. То есть планер мы использовать не можем. Нетверк мы использовать не будем. Алофт мы тоже не будем. То есть берем вот эту. По трем, четырем, двум, трем, четырем кривым рёбнам. То есть получается у нас вот такая поверхность. Смотрим. Ну, то, что у нее там разный поток по построению контрольных точек, нас не сильно интересует. Нам теперь необходимо ввести команду ремок нот. Посмотреть. Что же мы в итоге получили? Правильно. Раз, два, три. Вот она. То есть если ее сюда отодвинуть, только я переключу гамбл. Если вот сюда поверхность отодвинуть, включить из-за кривые, вот мы получаем вот в этих же местах наши... Ну, здесь единственное у меня такой момент. В режиме Shaded можно зайти в настройки, перейти в View, Shaded, Object и дальше Surface. Здесь у меня разные толщины стоят на Ю и ВИ. То есть я поставлю обе... Ну, пускай будет здесь четыре и здесь четыре. Пускай будет видно так довольно-таки жирными сделанными. То есть вот она зеленая, вот она есть. И две таких. То есть все нормально. Все сработало. Дальше идем, берем опять же кривую. Можно, в принципе, скопировать вот это. Ну, то есть чтобы долго не рисовать все это дело. То есть мы ее скопируем. Она здесь такой же формы. Немножечко ее подровняем так, чтобы она соответствовала. И дальше берем третью степень и пытаемся сделать следующий вариант. То есть здесь тоже, конечно, довольно интересная форма. Не знаю, как у нее попадали, но вот с такого варианта я из нее не попадаю. Ну, будем отравниваться, как бы чтобы соответствовать кривой. То есть здесь не смысл в том, чтобы там строго соответствовать именно вот этой форме на этом скетче, на эскизе, на этом. А здесь смысл в том, чтобы как бы разобраться. То есть проверяем еще раз. Здесь у нас 6 минус 3, 3 сегмента. Проверяем здесь. У нас здесь 7 минус 3, 4 сегмента. То есть как бы все нормально получается. И если команду ремок нот проверить. Раз, два, три, четыре. То есть 4 сегмента у нас есть. Все отлично. Берем обычные линии. Перестраиваем их обе до одного спана третьей степени. И теперь пробуем построить. То есть построили. Саму поверхность перемещаем вот сюда. И включаем их за кривые. То есть то, что и требовалось доказать. То есть если у нас разнородные по степени кривые, у нас и разнородная поверхность получится. Она никак не получится однородной. То есть здесь мы заказывали 3 сегмента, получили 3 сегмента. Здесь мы как бы немножко разнообразили степени по кривым и получили сегментом. То есть можно определить. Да, раз, два, три, четыре, пять, шесть. То есть шесть спанов мы получили вставку, скажем. То есть он не знает какую выбрать. Ну программа получается. Третью она выбрать не может, потому что четыре. Четвертую она выбрать тоже не может, потому что на противоположном три. И каким-то образом нужно как бы выйти из положения. Вот она, соответственно, из положения таким образом и выходит. То есть мы, все подтвердилось. То есть неважно в какой программе. Здесь строилась в Алиасе. Но это не Орбс моделирование, поэтому как бы оно будет работать и там и там. Дальше вот довольно серьезная вот такая вещь, как хорда и юниформ. То есть хордовая равномерная параметризация и хорда. То есть вот здесь, ну как бы, именно для этого правила приводится такой момент, что точки при юниформ это отношение имеет вот построение кривой. То есть получается, если мы берем кривую интерполяционную третьей степени. У нас здесь есть в Алиасе два параметра, юниформ и хорда. И в Рина три параметра. То есть юниформ, хорда и квадратичная хорда, насколько я понимаю. Сквейр это у нас квадрат, значит квадратичная хорда. Получается, если мы выбираем юниформ, то у нас точки на кривой. Если их отобразить, ну предположим, я немножко кривизну придам. То есть вот это у нас получается, если достать у нас наши вот эти занеточки, панель, то вот это у нас юниформ. То есть нам здесь желательно указать, что это у нас. int. Я напишу int, только, конечно, надо записать на русском. Интерполяционная кривая равно дегри 3 и дальше юниформ. То есть вот она у нас такая. Если мы возьмем такую же, но поставим вместо юниформ хорду. Ну, предположим, я поставлю таким же образом. Опять же, включу. И попробую отравняться. Ну, можно, конечно, это инструментом... Ну, то есть попробую отравняться вот так. Опять же, сюда же. То получается нижнюю можно попробовать залочить. А вот эту передвинуть. Ну, то есть каким образом выйти из положения. То есть вот здесь у нас получается можно скопировать вот эту часть. Немного кривую подвинуть. вот таким образом. То есть здесь у нас то же самое, только хорда. То есть если разлочить, вот эта часть у нас будет красная. Пускай. Вот эта у нас часть будет зеленая. Я сквер брать не буду, потому что не вижу как бы смысла тут бы с этим разобраться. То есть униформ точки редактирования имеют целочисленные параметры 1, 2, 3. Это означает, что единица соответствует 1, 2, 2, 3, 3, 3 и так далее. То есть она дает предсказуемую результирующую поверхность. Ну, это такое описание как бы приблизительно. Из него вообще ничего не понятно. то есть получается если попытаться понять, то вот эта точка 0, она нулю и соответствует. Вот эта точка 1, она единица соответствует. Вот эта точка 2, она двойке соответствует. И вот эта точка 3, она тоже соответствует. То есть как бы мы здесь ориентируемся от того, что у нас все это равномерно. То есть, если нам нужно полтора, ну, предположим, полтора, то вот здесь будет вот в этом месте, то есть мы понимаем, как бы логически, мы понимаем, что здесь будет полтора, вот здесь полтора. Ниже будет, ой, вернее, не здесь, а туда я поставил. Вот здесь будет полтора, в этой части, да. Дальше скажем, тут же мы понимаем логически, что здесь будет 0,5, вот здесь. И в любую сторону, в какую мы не будем двигаться, мы все равно будем понимать, что 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5 пока не дойдем. И вот здесь у нас будет 2,5. То есть, она унифицирована, и мы как бы более-менее понимаем, что движение по точке идет вот таким образом, то есть, где бы мы не взяли, ну, то есть, по одному направлению, например, 0,5 и вверх 0,5. То есть, ну, 0,5, 0,5, да, мы попадем сюда. 0,1, то есть, 0, ну, вернее, мы берем по одной оси и по другой, ну, то есть, как бы, если представить это тревогу, получается вот таким образом, ну, то есть, по двум направлениям, я вот так отодвинул немножко, только, конечно, зря я с точками это все сделал. Ну, то есть, обычное построение получается в этом случае. То есть, вот здесь у нас получается 0,5, здесь мы опять ставим точку, здесь 1, здесь 1, здесь 1, здесь 1, здесь 1, здесь 1, вот рано, то есть, мы попадем в любом случае вот в эти моменты. Я вот здесь, чтобы лишний раз не перещелкивать эти кривые, возьму, сделаю экстракт, только экстракт поинт, вот, поставлю эти точки сюда, пускай они здесь стоят, ну, чтобы мы их видели. Это в uniform, это распределение точек равномерное. А здесь точки в этом случае распределяются пропорционально длине самой кривой, то есть, идем дальше. Точки редактированные имеют значение длины хорда, которая относится к физическому расстоянию между точками редактирования. Обычно они не совпадают, и поэтому, как бы, для каждого уникального значения необходимо создавать дополнительные изофармы. Тоже, как бы, довольно такое непонятное описание, то есть, как в нем, если с этим, предположим, uniform правильнее, ну, можно сориентироваться, да, то есть, 1-1, 2-2, 3-3, то есть, мы понимаем. Здесь в этом случае, конечно, немножко так замудренно. То есть, в приведенных примерах, вот эти, которые шли все выше, здесь uniform, то есть, здесь кривые строились на основании uniform, то есть, на основании равномерного распределения. А с помощью хорды можно получить ставку крестуза, но с этим тоже какие-то, такие пока проблемы. Дело в том, что это правило вот именно в этом моменте, но довольно-таки сложноватое. То есть, с хордой мы можем получить более сложные поверхности, чем мы ожидаем. То есть, с uniform мы получаем нормальное распределение, с хордой мы получаем что-то немножко отличающееся. То есть, рекомендуется при работе использовать uniform, то есть, с хорду не использовать. И дальше у нас получается, хорда используется только очень опытными пользователями в определенной ситуации. Ну, и немножко другой вид кривой. Но, опять же, с этим надо разбираться. Но это описание именно непосредственно дано из справки по вот этому правилу. Ну, то есть, именно из самого правила. И дальше приводится такой пример по поводу вот этой хорды и uniform. То есть, кривая 17, вот она. Дегри 3, спан 4. То есть, третья степень 4 сегмента. Раз, два, три, четыре. То есть, я считаю вот раз, два, три и четыре. Ну, то есть, как бы нижняя, кривая 18, тоже 3-4. Такой же момент. Но скин, скин это лофт. То есть, скин валяос это лофт в риме. Это точно то же самое. Дает по итогу степень третью и там, и там. Но спаны, спаны, получается, у нас увеличиваются. То есть, вот в этом моменте как раз и эти кривые, ну, то есть, как бы можно попробовать вот это вот этот момент. Он, конечно, сильно не прояснится. Я не уверен, что он прояснится. Но вот это можно сохранить изображение. То есть, я сохраню его на рабочий стол каким-то таким образом. И просто ниже немножечко вставлю вот этот момент. То есть, рабочего стола вот это правило. Ну, вернее, вот этот сам рисунок. Сюда его ради, как бы, ну, не то чтобы прям интереса, но, по крайней мере, желательно с ним определиться. То есть, я вот это сделаю в два раза больше, чтобы он немножечко больше выглядел. Вот, залочим это. И получается, в первом случае кривая третьей степени. То есть, здесь внутри одной кривой идет здесь new CV перф. То есть, мы должны, по идее, ориентироваться на интерполяционную кривую. То есть, брать вот эту. Сначала ставить uniform, поставить третью степень, но uniform, да, и попробовать по вот этому моменту простроить. Только единственное здесь вот то есть, мы считаем раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Ну, здесь получается, нужно двигаться по всем вот этим точкам. То есть, берем еще раз, пробуем, по крайней мере, я буду идти по всем, я не знаю, какое там получится в итоге. То есть, вот она точка, вот эту точку мы должны учесть, вот эту. то есть, здесь довольно такие, я не знаю, конечно, сколько получится этих точек, но получилось довольно много. То есть, 3.15 это не то. Но здесь фактически должно быть, ну, можно попробовать поступить иначе. Если не получилось так, можно поставить в концевых точках вот здесь, вот таким образом. и сделать ребилд. То есть, ребилд у нас делается до чего? У нас степень третья, да, но спанов 4. То есть, сейчас спан 1. Добавляем спан 2, спан 3, спан 4. Вот он посчитал внизу. То есть, окей. Смотрим, что у нас в этом случае получается. И тут. Ну да, вот они. Их теперь можно смещать. То есть, вот эту сместить сюда, вот эту сместить вот сюда, вот эту сместить сюда, вот эту сместить сюда, и вот эту сместить вот сюда. Ну, то есть, как бы можно таким образом поступить. Это униформ. То есть, опять же, следующую делаем точно так же. То есть, легче всего вот этот момент повторять таким образом. То есть, я привязки пообираю, пока не нужны. то есть, опять же, rebuild. 7.3 оставляем такой, как она есть, и далее смещаем. То есть, отображаем наши контрольные точки и смещаем их в те места, где они должны стоять. Ну, я не буду прям придерживаться большой точности, но то есть, одна должна стоять вот здесь, и одна должна стоять вот здесь. Вот они у нас получаются. Да, но это униформ. И по второй стороне у нас обычные 3 на 4, ну, то есть, третья степень. То есть, мы строим 3 на 3, но в одном направлении 1 спан, во втором направлении 4 спана. Пробуем посмотреть поверхность. То есть, 1, 2, 3, 4. Поверхность есть. Ну, я ее подниму чуть-чуть повыше вот этим вот образом, и включим за кривые. И посмотрим детали. То есть, по одному, только единственное, я, конечно, не правильно сделал. Мне вот эти вот моменты нужно перестроить, сделать ребилд до одного спана. Ой, только поставить 4, 3, вот таким вот образом. И перестроить поверхность. то есть, она готова, и дальше разворачиваем, относим ее сюда, смотрим детали. Степень 3, спанов 7, степень 3, спанов 7. По второму, 3, 1, 3, 1. То есть, вот здесь у нас один спан, 3 на 4, а здесь у нас получается 4. И если отобразить из-за кривые, мы получим вот такая. Это униформ. То есть, это были кривые униформ. Вот. Мы их немножечко, то есть, я вот таким вот образом сделаю и отравняюсь по левой стороне, чтобы захватить их все вместе и отнести в сторону. То есть, вот эта часть, вот она. Еще раз, копируем ее вот сюда. Это было униформ. Вот это построение. Теперь идем в второе, вторая часть. Вместо униформ ставим кно, к хорду. То есть, 3 хорда ставим тот же самый вариант. Для начала ставим вот эти моменты. я ту же самую продублирую. То есть, тоже хорда, тоже. Можно, конечно, еще и с квадратичной хордой построить. как бы, то есть, они вот построились так же, да, по распределению. Дальше делаем ребилд. Вот здесь я не знаю, каким образом ребилд учитывает ли хорду и униформ. Наверное, скорее всего, учитывает. Я так подозреваю. перестраиваем. Смотрим наши точки контрольные и далее ставим их так, как они должны стоять по кривой. То есть, распределяем их в те места, где они как бы должны у нас быть. то есть, вот одна. Только я не тут взял точку. То есть, вот сюда опять же не переместился с точки. И в итоге мы получим вот такой вот момент. то есть, это хорда да, простраивалась. Дальше у нас третья степень. Здесь я тоже поставлю хорду. Менять ничего не буду. И посмотрю. Ну, то есть, все нормально. Пробуем построить. Посмотреть, что получится. То есть, вроде как бы ничего у нас не изменилось. смотрим у нас в детали. 7, 3, 4, 3. То есть, один спан, 4 спана. Отображаем наши из-за кривые. И в итоге мы как бы ничего не получаем. То есть, фактически в Элиасе вот здесь вставка одна, вставка вот вторая и вставка третья идет. Двойные из-за кривые. А у нас здесь одинарные. Можно, конечно, построить еще на основании квадратичной хорды, но я думаю, уже смысла в этом нет. То есть, как бы вот, как по мне, оно здесь одинаково. Ну, я могу ошибаться, но такой вариант довольно веселый. То есть, если бы зрительно что-то было видно в этом случае, да, но я даже поменяю. Здесь SWAT UV сделаю направление, чтобы одинаково было. И вот эту часть, вот эту часть, да, сделаем вот сюда и ниже. Ну, квадратичную уже не будем делать. То есть, в Элиасе два варианта, здесь три, но я не увидел отличий никаких. Может быть, кто-то в комментариях напишет, объяснит. и дальше то есть, этот момент довольно запутанный с вот этими всем. Ну, и с униформом проще. То есть, выбрал униформ и пошел строить. Один, 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 то есть, все будет нормальное распределение. Дальше у нас, если немножечко копнуть глубже для получения дополнительной информации о паренетризации униформ и хорда, обратитесь к справке. То есть, обращаемся к справке. Я вот эту часть перенесу вниз, там в документе она останется, ну, то есть, как бы, желательно посмотреть будет внизу почитать. Вот читаем параметры и параметризация. Параметры, то есть, выделяем вот эту часть таким жирным, это у нас уникальные числовые значения, координаты точек на кривой или поверхности. То есть, можно представить себе кривую, состоящую из бесконечного числа точек, мы читаем по смыслу. Каждая из них, образующая кривую, имеет число, называемое ее параметром. Параметры позволяют ссылаться на определенные точки вдоль длины кривой. Чем выше параметры, тем дальше точка находится вдоль кривой. тут вроде как понятно. Подобно тому, как точки пространства имеют три значения, называемые x, y, z, параметры точки измеряются вдоль одного внутреннего измерения длины кривой. Мы называем это измерение U. Ну, пускай на кривой до одно направление U. Поскольку поверхность имеет два внутренних измерения длину и ширину, нам нужен еще один параметр дополнения к U, чтобы указать точку на поверхности. Мы называем этот параметр V. Точно так же, как каждая точка вдоль длины кривой имеет параметр U, каждая точка на поверхности имеет пару параметров U и V. Это параметры, то есть это вот именно то, что касается параметра. А теперь то, что касается параметризации. Ну, тут как бы тоже надо разбирать понятие. Метод, используемый в Элиас, не знаю, как в других инструментах. Для нумерации точек вдоль кривой называется параметризацией кривой. То есть нумеризация точек вдоль кривой это параметризация. То есть точки это параметр, а нумерация их это параметризация. Элиас имеет два метода. Равномерный и хордовый. Каждый метод имеет свои преимущественные недостатки в зависимости от того, как используется кривая. Можно выбирать метод параметризации, то есть вот здесь вот в этом моменте вот он метод параметризации кноп спейсинг. Это вот метод параметризации. И далее, ну, для метод параметризации при создании кривой. Также перестроить существующие кривые для использования определенного. Ну, то есть, либо выбрать сразу при построении, либо перестроить. То есть, и дальше мы приходим к равномерному распределению. То есть, равномерная параметризация присваивает точкам редактирования значение интегральных параметров и равномерно распределяет параметры по промежуткам между точками редактирования. То есть, в униформе равномерное распределение по промежуткам. Ну, и, соответственно, таким образом первая точка редактирования всегда является 0, вторая 1, всегда третья 2 и так далее. Сколько будет точек, такие они по счету и будут. Ну, так, если упрощенно объяснять. Дополнительное преимущество равномерной параметризации то, что значение параметра последней точки редактирования также является числом пролетов. Вот это пролеты, это сегменты. То есть, это спаны. Ну, то есть, единственное, только вот так. Вот здесь в скобочках поставлю спан, но это под вопросом. Однако, отличие от длины хорды, параметры одной кривой не имеют ничего общего с фактической длиной кривой. То есть, вот эта униформа, они с фактической длиной кривой вообще никакого отношения не имеют. То есть, просто точки 0, 1, 2, 3 и до последней. Дальше идет длина хорды. То есть, здесь уже именно идет длина. То есть, параметризация длины хорды присылает параметр 0, началу кривой, затем увеличивает значение параметра пропорционально длине хорды или кратчайшему линейному расстоянию между окружающими точками редактирования. То есть, здесь совсем другое, в совсем другом смысле идет построение, ну, как, не построение, а именно то, что относится к кривой. Если к первой части 0, 1, 2, 3 относилась, да, то здесь уже настоящая фактическая длина. И, соответственно, отличие от равномерной, параметры кривой длины хорды неравномерно расположены между точками редактирования. Точка редактирования не имеет интеграния параметров. Ну, здесь, как бы, тоже такое. И сравнение, то есть, свои преимущества и свои недостатки. Только здесь почему-то... Вот таким образом вернем на место. То есть, длина хорды. Значение параметра длины хорды дает некоторое представление об относительном положении точки длины хорды. Минимизирует растяжение и сжатие текстур. То есть, в этом случае минимальное будет растяжение и сжатие, да, если для текстур. В этом будет больше. Да, это плюс и минус. Параметр не очевиден. Поверхности, построенные из кривой длины хорды, могут быть более сложными из-за вставки перекрестных узлов. Вот эта часть... Ну, Врина почему-то не сработает. Вот они, перекрестные узлы. Вот эта вставка. И дополнительные из-за кривой создаются. То есть, Врина почему-то как-то, может быть, что-то... Ну, в комментариях нужно написать. Быстрее разберемся вместе. Дальше равномерное распределение. То есть, равномерные, легко вычисляемые параметры полтора находятся примерно на полпути между точками редактирования 1 и 2. Ну, тут как бы понятно. Во многих случаях интерполяция между точками редактирования не так хороша, как в случае с хордовой. Да, может привести к непредсказуемому растяжению текстур во время рендейнга. То есть, хорда хороша для текстур. УВ, потому что здесь минимально. Здесь как бы... Ну, как-то... Я, конечно, оспаривать это не буду. Это справка, поэтому написано именно из справки по Алиас. И дальше идет у нас... Поверхности могут иметь различные методы параметризации для УВ. В направлении здесь не ЮВ, размеровая ЮВ направлений. И если по Ю имеют степень 3 с равномерной параметризацией, то по В могут иметь степень 1 первую с параметризацией длины хорды. То есть, тут еще вот такой момент. Ну, то есть, как бы в конечном итоге голова кругом, мозг кипит. И довольно-таки серьезно. Ну, это, конечно, шутка. Ну, разбираться в этом, в принципе, можно. Но довольно-таки проблематично, если нет ни объяснения, а простая справка тоже. Ну, то есть, информация есть, да, но нужно как-то в ней разобраться. То есть, вот эти моменты здесь приложены. И из самого правила вот эта хорда и униформ, да, и из справки по Алиас хорда и униформ тоже. То есть, равномерное распределение или хорда. С квадратичной нету здесь. То есть, хотя бы в двух понимать разницу. Но по поиску информации, что же все-таки больше применяется? Советуют люди, уже поднаторевшие в этом всем деле, в построении кривых и в различии их между собой по параметрам, советуют всегда выбирать униформ. То есть, это более такое, скажем, ну, как-то встречаются такие варианты. Может быть, конечно, кто-то скажет, что длина хорды, должна использоваться. Ну, можно писать в комментариях к видео, как-то прояснить. Может быть, кто-то с какой-то точки зрения, как бы, я имею в виду, что я здесь пытаюсь объяснить это все с обычными словами, как обычный пользователь, скажем. А есть люди, которые могут это объяснить, там, с математической точки зрения или с какой-то другой. Ну, то есть, как бы, мнений может быть много, и, соответственно, можно их указывать в комментариях. То есть, вот это правило, оно вот такое. И оно, соответственно, сработало во всех случаях. То есть, в этом случае сработало, в этом случае, но здесь как-то оно под вопросом. Ну, это, скорее всего, зависит от Рина, от его внутренних алгоритмов построения. Но, вроде как, здесь имеется у нас, кстати, вот по контрольным точкам построения, здесь просто, ДВ-3 и все, никаких не хорды, ничего. А именно по интерполяционной, то даже и в этом случае, получается, нужно, как бы, контроль по контрольным точкам оставить в покое ее там, ни от никакого, никаких вот этих моментов там нет. А интерполяционная, она вот здесь вот строится по каким-то методам. То есть, вставить униформ и в униформе расстраивать. Ну, может быть, в описании под видео, в комментариях, вернее, в комментариях кто-то напишет точку зрения какой-то отличающейся. Ну, я, по крайней мере, здесь не увидел каких-то отставок перекрестных. То есть, она вот как была такая. Может быть, она отличается по... Если, предположим, сделать ремоук нот, только не на... Ну, здесь у нас только переключить надо, конечно, на Direction Navi. Ну, здесь вот в этих точках, да, получается, здесь в этих точках, ну, как бы я вот... Тут мне сложно. Они для меня будут одинаковы здесь по построению. Хотя внутри, может, по логике, по алгоритму, они отличаются. То есть, разобрались приблизительно, но желательно, конечно, вот эти моменты хорда и униформ для себя как-то прояснить. Но униформ легче, а хорда тут уже немножечко сложнее. И, поскольку правила уже последние, то к нему таких три плюшки, три рояля в кустах. Сегодня будет три, потому что правила последние. Заканчиваем. Переходим к первому роялю в кустах. Есть у нас вот такая вот замечательная модель. Сейчас он для начала попытается сохранить и вот отобразить. Это у нас, насколько я понимаю, Audi RS7. Можно было бы, конечно, посмотреть, что это, но, увы. Я специально такой режим отображения включил. Ну, я его называю клей, глина. Можно переключиться в такой. То есть, кому как удобно. И в итоге получить вид какой-то для начала, чтобы сформировать. То есть, смотрим саму модель, да, крутим, смотрим. Какие-то непонятные моменты есть. То есть, вот здесь есть. В этом месте и есть. Но она сама по себе такая довольно интересная модель. Вот здесь какой-то момент есть такой. То есть, просматриваем дальше. Здесь на вот этом месте тоже какие-то два момента странных. Немножко. И тем. Вот. Очень странный момент на капоте. Вот здесь. Очень странный момент на крыше. Вот он. Он сразу считывается. То есть, она как-то интересная. То есть, тут какие-то... Ну, как модель хорошая. То есть, далека мы все видим. Все замечательно. То есть, здесь все простроено. Все. Не знаю, есть там внутренности или нет. Можно посмотреть. То есть, внутренности нет. Ну, неважно. Как бы. Пускай пока форма. Вот здесь какой-то тоже такой непонятный вариант. Ну, он непонятный. Потому что здесь просто форма такая. Ну, вроде как хорошо. То есть, выглядит неплохо. Ну, а теперь. Почему рояль? Переключаемся. И вот он ответ на вопрос. Почему искривление поверхности? Вот. Почему искривление? Потому что вот здесь сразу. Вот оно. Почему оно считалось при вот этом отображении? То есть, при вот этом моменте. Почему оно считывается? Вот прям видно вот этот бугорок на крыше. То есть, он оттеняется немножко, если так покрутить. Почему он в этом случае вот появился? Потому что поверхность так построена. Опять же, на лобовом стекле. Почему такое построение? То есть, почему, ну, вот здесь на капоте, почему, почему так поверхности идут? Ну, почему на фарах тоже поверхность? Почему вот это? Ну, вот эту часть еще, конечно, наизнанку перенували на целую сторону. Ну, то есть, вот ребит немножко. Ну, как бы вот, вот это почему так? Вот это почему так? Ну, ребит. Это Катя. То есть, написано Audi. А, это S7. Это не ARS. Это S7. Cut Part. То есть, Катя. Ну, я как-то от Кати всегда ожидаю чего-то большого, скажем. Ничего-то такого серьезного. То есть, программа довольно-таки серьезная. И вот как-то... Ну, не то чтобы расстройство, но просто возникают вопросы, почему так? Ну, опять же, это ARS-6. Уже я не стал это все делать в ARS-5. Там тоже свои. Ну, можно туда это все переместить. То есть, берем, соответственно, самые сложные поверхности, которые здесь есть. Я бленды не беру. И, кстати, вот тоже вариант. Почему вот этот бленд, вот этот вот бленд, вот этот. Ну, то есть, если его скопировать, предположим, Copy Yes. Почему вот эта вставка, вот эта, она вот такую форму имеет? Почему она не идет по... Переключаемся. Почему она не идет по вот этой кривизне? Почему она оффсетом не идет? Она должна, по идее, идти оффсетом до вот этой точки. И вот так скругляться. Ну, зачем вот это? Ну, то есть, непонятно. Возвращаемся еще раз. Берем самые сложные поверхности, которые... Которым предъявляется самое большое требование. Потому что на лобовом стекле дворник, на заднем стекле дворник, боковые стекла должны делаться с очень минимальной кривизной. Плюс крыша. Копируем их на новый слой. Копии. Я остальное не беру. Здесь тоже, как бы, вот... Почему вот эта вставка, вот эта такая? Почему вот этот бленд вот такой? Ну, то есть, как бы... Что вот это за вставки? Ну, здесь разбирать и разбирать и разбирать и довольно интересные моменты. Ну, ладно, то есть, как бы... Ну, она цветастая, скажем так. Переключаемся на наши. Здесь все с толщиной. Но почему-то тоже, вот у меня всегда возникает вопрос. Почему вот это? Вот откуда берутся треугольные патчи? Ну, как? Ну, это по топологии это неправильно. Нет треугольных патчей. Надо сначала сделать большой диаметр, радиус. Потом сделать меньший. Почему вот это состоит из кучи кусков? Почему вот это состоит из двух кусков? Ну, если симметрия, то должна быть разделена. Ну, то есть, как бы, у меня вопросов здесь просто куча. Я сделаю в этом случае, каким образом? Просто копию раз-два верхушек. То есть, вот этих моментов тоже. Ну, чтобы не забирать толщину, я просто делаю верхние моменты. То есть, вот я поверхности взял. Теперь выделяю поле поверхности, удаляю delete поле. Мне нужен surface, то есть, поверхности обычные. И, соответственно, смотрим. Ф-10. Очень странно. Ф-10. Очень странно. Почему не цельная поверхность? Вопрос. Почему поверхность не цельная? То есть, в данном случае, заходим вот сюда. Стекло, вот это боковое. В Elias есть специальный инструмент, который называется... Он называется Revolve, но внутри него есть Windows Side Glass. То есть, такая заготовка прям, которая создает непосредственно боковое стекло. Берем, извлекаем, раз, два, вот эти две. То есть, здесь я вот эту удалю, даже, ну, как бы, вот именно вот эту часть. А вот эту возьмем все-таки инструмент extend, который у нас есть в Rina, ну, потому что экстраполяции здесь нет. Возьмем его extend by arc. То есть, нам нужно радиус соблюдать. Вот у нас... Вот он какой радиус. То есть, огромный. Ну, ладно, в этом случае соглашаемся. И то он даже по факту не попадает вот во вторую часть. Но у нас вот должна быть вот такая кривая. По идее. То есть, теперь, если перейти на вид Right, вот здесь, ну, попробовать можно. Я вот так вот сделаю. Просто не буду ничего дальше добавлять. Сделаю вот таким образом и спройцирую ее на стекло. Вот сюда. Вот эти части залочим. И вот теперь посмотрим по поводу радиуса. Опять же, продляем. То есть, вот он радиус. Вот он. Вот. Оставлю здесь в таком состоянии. Пускай будет. И теперь, получается, у нас есть одна рельса. То есть, мы берем одну рельсу. Берем вот это. И смотрим, какое у нас должно получиться стекло. Вот оно, стекло наше. Вот оно. Ну, как бы, вот оно в плане чего. В плане того, что вот эту часть можно продлить. Ну, предположим, вот сюда, да. Взять эти кривые. Скрыть, перейти на вид справа, вот здесь, и разлочить вот эти, я пока залочу большую вот эту. Мне нужны фактически ребра одной поверхности, ребра другой поверхности. Вот теперь, получается, мы вот эти залочим. У нас есть момент, который нам нужен. Возьмем, разлочим вот эту часть. Перейдем на вид райд. Возьмем наше стекло. И возьмем, сделаем обрезку нашего стекла. Единственное, здесь не пересекается. Если не пересекается, соответственно, продлеваем. То есть, ну, как бы, я немножечко в этом случае неправильно поступил. То есть, получается, еще раз я беру, да, вот эту часть и, соответственно, режу. И теперь смотрим. То есть, удаляем. Вот это нам не надо, а вот на второй стороне построил, но она не там, конечно, располагается. То есть, она дальше. Берем эти кривые. Идем на вид фронт. Здесь у нас не сильно понятно, да, у нас тут тоже, как бы, непонятно. Ну, то есть, какие-то у нас непонятности есть. Но, если мы вот эти перевернем на лицевую сторону и посмотрим у них. Ну, я специально сделал такой большой. Они, конечно, обвязаются. Меньше поверхность делается под нужную высоту, скажем. Я специально сделал большую. Можно сделать шринг. Это без проблем. Ну, то есть, как бы, смысл в том, что вот эти поверхности стекла, вот они, насколько, насколько они там расходятся. Но я делал просто ровную. Здесь нужно еще в этом случае на виде топ отображать нашу модель и делать строго по вот этому радиусу. Здесь вот этот момент. То есть, вот эту кривую простраивать вот по вот этому радиусу. делать стекло и потом уже ее подгонять. Вот этот бленд подгонять под само стекло, скажем. Потому что у нас будет довольно-таки серьезное отличие. Ну, я бы брал просто одну кривую проекцию. Но надо взять хотя бы три. Раз, два, три. Ну, здесь на это стекло. Тогда оно, как бы, будет... Ну, желательно не делать его вот таким просто-напросто. С большими радиусами. То есть, если мы возьмем, сделаем анлок, да... Тут теперь... Ну, то, что там поверхность построена, но она цельная. Она вот одна. Она из одного куска должна строиться фактически. То есть, один кусок, он срезался и все. То есть, я вот эти пока скрою, да... На этих смотрим, ну, ради интереса. То есть, увеличиваем. Ну, я вот это разрежу немножечко. То есть, как бы, вот... Такой момент. Вот он, да, получается. Ну, я не буду там претендовать на что-то, что там построены, которые... То есть, вот эти удалю. Все эти кривые удалю пока что. И верну на место вот... Вот эти, которые строились по одной. То есть, у них даже и за кривые вот продолжаются в одном и том же направлении. И попробуем, конечно, вот здесь посмотреть. Она вот выдаст нам вот такой вот вариант. Ну, поскольку выдает, да, мы сделаем шринг. То есть, мы ее приведем в чувство. Вот она, какая поверхность должна быть. Вот такая. Но она там срезалась, ну, как бы... Я, конечно, немножко неправильно в этом случае поступил. То есть, надо было делать по вот этой. Фактически. Чтобы она была цельная. Ну, здесь тоже сделаем шринг. Мы знаем, что она по одной построила. Просто обрезалась она по... Моей, скажем, некомпетентности. И вот разница. То есть, вот она. Вот она разница по одному направлению. Здесь все вообще, как бы, хорошо. И вот она у нас разница по второму направлению. Ну, то, что здесь идет... Вот эта кривизна такая, нехорошая. Это от того, что по горизонтали кривая простроена, скажем, нехорошо. Ее нужно было перестроить до второй степени и, соответственно, потом перестраивать. То есть, вот она должна быть, какая поверхность у стекла бокового. Ну, как бы, если далеко не отходить, то надо вернуться к кривым. То есть, возвращаемся назад. Вот к этому моменту. Получается, я не перестраивал кривую. То есть, вот эти... И даже вот эти нужно толкать на плоскость. То есть, transform project, то есть, plane, yes. То есть, толкнуть их. Они здесь не нужны. То есть, толкнуть, чтобы они были вот строго вот таким вот. Их тоже перестроить до нормальных степеней. То есть, если это все делать, то вот это мы сейчас пока скроем. Посмотрим кривизну вот этой. То есть, она вот здесь уже нам выдает результат, что она... Так, единственное, переключиться на отображение. Вот у нее идет что. То есть, мы ее должны сделать и rebuild. В любом случае. Вот этот радиус, он в четвертую, в третью степень он войдет просто вот таким вот образом. Вот она. Она стала у нас повеселей. То есть, добавляем количество плотности. Вот она. Ну, вот здесь, чтобы дальше смотреть, да, как она там или ближе, например, смотреть, где будет. То есть, она у нас более-менее превратилась в нормальную, скажем. Как минимум. И вот теперь... Вот эту часть можно срезать до какого-то момента. То есть, включить. Перейти на вид write, да, и срезать в каком-то моменте. То есть, point, ну, предположим, вот здесь. То есть, нам весь круг не нужен. Мы его удаляем. Нам нужно только вот, как бы, какая-то часть, чтобы у нас была поверхность. И, поскольку она у нас немножечко отличается. Здесь тоже, кстати, ее надо перестроить. Ну, минимум до вот этой степени. То есть, вот. И на виде front, опять же, переключусь, потому что у меня там отключено все отображение. Вот здесь ее дотянуть. Ну, я этого делать не буду. Можно ее просто расширить. Нам важно, чтобы теперь при построении, если мы будем строить по одной рельсу, то есть, вот она рельса. И вот она профильная наша кривая. И вот мы получили такую поверхность. Она здесь со спанами. Ее, опять же, можно сделать ребилд. Ну, так, скажем, до вот такого состояния. Пускай будет. То есть, вот. Вот этой поверхностью она и должна строиться. Вот таким образом. То есть, переходим на вид write. Берем инструмент продления. То есть, здесь очень упрощенная поверхность идет, потому что здесь очень сильно серьезные требования по поводу вот этих моментов. То есть, мы сделали вот такую ее. Вот она. И только теперь уже, если все это выделить, кривые вот эти, и скрыть на виде справа, поскольку у нас там... Ну, я не буду их перестраивать. Тут и так понятно, что будет обрезаться поверхность. То теперь в этом случае она обрезается вот этими моментами. То, что здесь не нужно, скрывается. И вот она у нас получается. Какая? То есть, вот он момент. И, соответственно, анализ. Смотрим. Ну да, она будет повторять. Она будет повторять однозначно. Вот. Даже если она и повторяет это все, она повторяет это нормально. То есть, как должна повторять. То есть, вот она, какой должна быть вот эта поверхность именно бокового стекла. То есть, вот таким образом она делается. Ну, обрезается, понятно. то есть, вот. Вот это нормальный вариант ее. То, что она здесь не соответствует вот в этом месте, ну, понятное дело, при перестроении подгонять придется. то есть, это у нас был первый момент, скажем. Возвращаемся на место. Уберем, то есть, боковым стеклом разобрались. Ну, так, приблизительно разобрались. Вот это я все удаляю. Смотрим здесь. Ну, вернее, даже сначала для крыши посмотрим. Просто интересно, что здесь в этом случае. То есть, зеленый пока уберем. Я немножко цвет уменьшу, где-то до 180 пускай будет, потому что довольно сильно он пускай будет так, чуть-чуть. То есть, смотрим. Ну, как бы в этом положении довольно-таки неплохо, но почему столько спанов. Переключаемся на второе положение. Почему вот так? Что это такое? Как так? И вот, кстати, почему был этот бугор с просадкой вот этот вот такой в начале когда переключиться на вот какой-то из режимов, например, Clay, почему было видно вот этот момент. То есть, выключить из-за кривые пока что. Ну, и отключить зебру. Почему вот вот он. То есть, вот оно искривление. Смотрим по зебре. то есть, как бы инструментов анализа у нас теперь довольно-таки много. Идем на вид топ. посмотрим. вот оно. То есть, здесь плохо, что зебра не перемещается. То есть, вот он. Вот она поверхность. И, если переключаться, вот они как раз эти моменты по поводу искривлений. То есть, далеко ходить не надо. Все уже есть. то есть, эту поверхность можно тоже отправить. Ну, в плане отправить я не буду скрыть. То есть, мы посмотрели, что здесь есть. По одному направлению все хорошо, по-другому все плохо. Ну, соответственно, получаем некачественную модель пойду. Задняя часть. Посмотрим. То есть, ну, здесь как-то довольно интересно вот эта, вот эта часть. Вот. Может, это просто отображение, но будем считать. Но здесь вот это вместе очень большое количество спанов и получаем такой результат. То есть, фактически, если перестроить эту поверхность, вот, три на четыре, три на четыре, то у нас вот все как изменилось. Вот она стала таким замечательным. Вот она стала просто отличная. Это уже так же самое перее... Сейчас у нас хранится. Это точно так же перестроить, да, там, в итоге мы получим, ну, то, что посредине они не стыкуются, это и так понятно, в нижней части стыкуются, в верхней нет. Но у нас вот получится по простым перестроенным поверхностям вот такой вариант, да, но потом они обрежутся, понятно дело, но у нас не будет такого количества точек, то есть, зачем? не нужно оно. Вот они две замечательные поверхности, вообще просто прекрасные. Соответственно, смотрим следующий спортивный коллектив. Ух, как, как ее так. Ну, такого я еще не видел, в принципе. Как бы мне интересно, ну, то, что я боковинку строил по такому принципу, это не значит, что надо строить по такому же принципу вот этот момент. здесь такое ощущение, что сделали просто цилиндр, вытянули, ну, цилиндр сделали с минимальной степенью по вот этому направлению и центральную точку просто вытянули. Ну, как бы, такое ощущение складывается. Ну, это неправильно, это неверная поверхность. Смотрим вот эту, тут, как бы, какие-то вставки, даже не ясно вообще как, зачем они здесь, таким образом. то есть, вот он вариант построения. Вот эти все модели желательно скачивать и смотреть, как он, сразу видно становится все. Ну, то есть, по идее, вот эту надо было тоже сделать ребилд, вот эту, превратить ее в прекрасную одну. Ну, пускай, ладно, она останется вот такой. Посмотрим превью. Здесь 4 спана, здесь 1 спан. Ну, то есть, вот она какая у нас сделать ей шринг до какого-нибудь. Вот она поверхность какая замечательная. Ну, просто, просто чудо. Чудо поверхность. Она, конечно, перестроилась по сравнению с ветерином. Ну, да, ну, так. Вот, и сразу выходят вот эти вот непредвиденные обстоятельства, которые портят потом людям нервы и все подряд. Ну, если эта модель делалась просто, ну, я не уверен, что она делалась, я не уверен, что просто можно сидеть в кате и делать модель так просто. Ну, в плане просто так. здесь преследуется, наверное, скорее всего, какие-то моменты по моду научиться, как минимум, мне так кажется. то есть, она вот, она вся цветная, ну, такой разноцветный попугай, она такой не должна быть. Ну, не в таких количествах, скажем. То есть, если, опять же, просто, ну, я не беру колеса, не беру там какие-то вот диски, там, ну, такого плана. Ну, вот, опять же, структура патчей. Почему вот этот патч, вот такой, ну, непонятный. Почему вот этот патч, вот, вот этот патч, вот такой, тоже непонятный. Почему вот здесь, вот этот, это должен быть бленд. Ну, как бы, переключаемся еще раз. Здесь вообще она как-то, как-то надута как-то. Берем вот эту поверхность раз, берем вот эту поверхность. Ну, грубо говоря, если это все взять, да, я перенесу это сюда, это пока выключу, вот. Смотрим здесь. Даже если в этом случае, скажем, перестроить это, я буду перестраивать грубо, просто грубо, до такой степени, до самой минимальной степени грубо. Перестроили, да, теперь берем продление, то есть, берем экстенд. Она, конечно, завернется, это понятное дело, потому что нам желательно было бы, она и будет экстремальная кривизна, которая была уже в одном из правил рассмотрена. То есть, по направлению V нужно опустить степень, то есть, до третьей, чтобы она была в плоскости. Вот она у нас опустилась. Я не знаю, что здесь у нас появилось. Точно, ну, как бы не нужно. Да, теперь смотрим. Не завернется. Вот, ее надо подтянуть вот сюда, вот. Вот она у нас какая замечательная. Ну, просто, просто, отличная. Взять вот эту часть, но только единственное, что в этом случае придется делать ребра, только забрать ребра вот таким образом, да, вот забрать их. Теперь делать антрим. Вот, сделать. Вот она. И, соответственно, ее продлить, вот. Но она вот экстремальная, опять же, ее перестроить надо. То есть, перестроим ее, ну, я буду перестраивать грубо. То есть, до вот такого состояния, я очень грубо ее перестроил. Продлить ее. Ну, пускай будет так. И вот там, где пересечение у них, это будет blend. Ну, поскольку вот это вылезло, вот это вот, ну, вот что вот, что вот в этом случае вот это. То есть, ну, пока вернем на место, как бы для понимания. То есть, получается, у нас поверхность должна быть фактически каким-то вот таким вот образом ее нужно завернуть поровней, то есть, отравнять, да, ну, это уже direct modeling, понятное дело. Вот. Это тоже каким-то образом чудесным. Ну, например, вот так, да. Ну, я, конечно, очень грубо это сейчас делаю. Вот. Посмотреть, как вот здесь это все распределяется. Ну, то есть, мы получили более-менее ровную линию такую. Но, конечно, не сильно ровная, но будем считать, что, ну, вот так, например, ее сделать, вот таким вот образом. То есть, более-менее. И теперь, вот между вот этими частями нужен blend. Ну, я сделаю филет. Вот здесь вот. Раз, два. Вот он просится сам. Вот он опросился. То есть, смысл этого действия был вот таким. И дальше вот эту часть срезать. Ну, поскольку у нас вот здесь, вот здесь куча патчей каких-то вообще. Как это все? Вообще непонятно. Почему так? Почему вот этот треугольный здесь находится? Ну, то есть, как бы, от этого, конечно, всего довольно сильно голова кипит. В плане, в плане кучи вопросов. Почему так? То есть, как бы, рассматривать ее можно. Почему вот здесь этот патч идет, а вот здесь его нет? то есть, почему столько поверхности? Почему здесь на капоте столько всего? Ну, как бы, капот, да, хороший. Впереди сделано вот довольно хорошо. Ну, вот эти вставки, они, конечно, просто поразительные. А так, в принципе, все хорошо. То есть, машина есть. Ну, этот был первый рояль в пустах. Следующий спортивный коллектив. Отображаем. Сейчас он сохранится. На всякий случай. Чтобы это делалось в солиде. То есть, ауди ассембли, это у нас солидверк. Та же процедура. Перейдем вот сюда. Смотрим. Никаких искривлений. Такое ощущение, как будто здесь сидела команда и просто с линейкой все вот делала до такой степени, что, ну, вообще, как бы, смотрим супер. Модель отличная. То есть, все прекрасно, все вообще. Она заслуживает просто терки. Ну, и ложка дерки. вот здесь, конечно, меня это все порадовало очень сильно. Я вообще не могу понять, как с этим жить. Главное дело, что вставки вот здесь, они правильные, такие хорошие. И здесь даже поверхности такие. Вот этот маленький патчик, конечно, он тот хороший, но ладно, пускай тоже какие-то гирки. Ну, как бы, все хорошо. туда возникает вопрос. Почему такое количество спанов? И плюс здесь еще, помимо, здесь просто вообще отдельная история, здесь все внутри есть доведено до какого-то там сиденья сделанное. То есть, здесь уже дальше пошли. Но вопрос все равно остается открытым. Почему так? Почему она такая цветная? Она такой не должна быть. Идем, снимаем из-за кривые. Хотя бы на патче посмотрим. Ну, патчи здесь как-то все так довольно замечательно. Я, конечно, сильно придираюсь, но как-то вот этот момент меня вообще сильно интересует. Здесь, кстати, как-то вот не одним блендом едины, скажем, то есть построение шло. с чего бы даже начать, даже не знаю, даже боюсь ее просто-напросто трогать. Она такая красивая, что трогать ее не хочется. Ну, стандартно проверяем, но что делать? Приходится. Но она, кстати, можно брать только одну половинку. Я еще и капот здесь зацеплю, и вот эту часть зацеплю. Ну, то есть, как бы, самое такое. Уже остальное трогать не буду. здесь вот это место смущает сильно-сильно. То есть, извлекаем новый слой, change. Я не в плане того, чтобы там постебаться, нет, я даже авторов не знаю. Я, ну, мне, как бы, вот, человеческие качества, я над ними не гигием. Мне просто, вот, модель, почему так строится? У меня просто такие вопросы. Может быть, я их неправильно формулирую или задаю, но у меня вот такие вопросы. То есть, смотрим по поверхностям. Ну, как бы, ну, хотя бы шеринг и то уже хорошо. Ну, то есть, они как бы обрезанные, да? Смотрим заднюю часть. То есть, ну, анализировать надо. Чем больше анализируешь, тем быстрее начинаешь понимать, почему и что. То есть, вот заехрение, ну, наши пошли. Зарехрение в плане потока. Смотрим. Ну, это, наверное, сильно чересчур. Поставим где-то 20. Где-то что-то не так как-то чувствуется. То есть, и вот это вот, вот эти изломы, они такие довольно интересные. Смотрим вторую сторону. Ну, здесь как-то тоже, во-первых, по спанам, да, и разная плотность, значит, уже точки, ну, то есть, как бы, вот тут ответ кроется, точка в распределении их. То есть, первую выбрасываем, не нужна, посмотрели. Следующая. Ну, вот здесь уже как-то даже, наверное, вот опять, ну, здесь уже как-то так. Ну, вполне, ну, тоже такой вариант. Вот тут, вот она вся искривлена. То есть, по потоку вот видно, по вот этим, то есть, она вот, ну, как она может быть такой? Если ее скопировать на вторую сторону, вот, то есть, смотрим на поверхность, как она, это получается из фильма трансформеры. Машины выйдут, то есть, вот, каким-то образом она так интересно выглядит. То есть, там пик, здесь падина, ну, то есть, тоже есть правил, которые пройдены, скажем. То есть, неинтересно, неинтересно. То есть, если даже брать модель на разбор, из какой модели можно чему научиться, вопрос. Вот, то есть, если взять хорошую модель, да, и попробовать ее разобрать, вот, здесь тот же самый вариант. Это все из трансформеров. То есть, как-то, вот оно, такое. Даже в ноль поставим. Ну, вот, ну, как, как такое может быть? Если по такому, по такой поверхности дворник будет ходить, то я думаю, в машине будет стоять стук, просто, и это будет нервировать. Просто поверхности смешные, я не знаю, кто это строил, кто это пробовал делать. Ну, понятное дело, конечно, критиковать всегда легче, чем построить самому. просто, как бы, я понимаю так, это мое личное убеждение. Если, предположим, есть хорошая модель, качественно построенная, которую хочется разобрать, мы ее берем, берем ее по поверхностям, начинаем анализировать поверхность. Ага, у нас получается какая-то хотя бы какая-то методика. То есть, изначально, мы смотрим на первичные поверхности. Они односпановые, они имеют гладкость, они имеют кривизну, они имеют... То есть, мы посмотрели, на первичные поверхности обратили внимание, да, отметку себе сделали. смотрим потом вторичные поверхности. Ага, идут бленды, филеты, то есть, такое, да, то есть, мы хотя бы можем как-то двигаться и анализировать. Здесь, в данном случае, ну, как бы, что можно сделать, как можно вот, как можно понять. Даже если я и кривые, вот, взять просто, ну, как бы сделать антрим, то есть, делаем антрим у вот этой вот всей, ну, вроде как хорошо, да, то есть, самый простой вариант, который вообще можно собрать, анализировать поверхность. Берем вот этот, вот эту, вот эту, и вот эту. то есть, берем себе ребра. Вот это я уже удаляю, но не нужно, да, ну, и с какой-то стороны просто надо посмотреть, как это все вообще выглядит. Вот он, уже даже далека видно, то есть, мы договаривались, что кривые нужно копировать, верхнюю скопировать вот сюда и немножечко ее, как бы, изменить форму. Смотрим. То есть, уже один вариант, да, смотрим второй. Уже они расходятся, ну, как бы, понятное дело, они должны расходиться, но как-то, хотя бы, приблизительно они в каком-то месте, то есть, они разные, даже по вот этому моменту они разные, они должны быть в плоскости. Ну, как бы, дальше уже идти, ну, хотя можно посмотреть даже и вот эти, которые вот, обе. То есть, и здесь тоже, да, плотность разная, значит, количество спанов. Ну, я не знаю, ну, экспорт не должен прям так сильно, как бы, бить поверхности. Я из Элиаса, перекидываю иногда и ничего не меняется и в разных форматах, то есть, как бы, не должно, по идее, формат файла не должен участвовать в каких-то моментах по поводу перестроения поверхности. То есть, смотрим, ну, уже смотрели, вот оно, вот оно, кривое, то есть, по потоку видно сразу, и вот оно кривое. Ну, и плюс распределение контрольных точек, ну, как он таким образом, то есть, в общем, уже критиковать смысла и слов нет, можно это все просто смотреть, можно отображать, но модели, если кому-то нужно, модели сами, я могу в личку прислать, я не знаю, кто их делал, где их брал, там, некоторые брал на графкаде, некоторые брал на каких-то других ресурсах, подались, ну, в принципе, ну, шины вот хорошо сделаны, ну, то есть, как бы уже, ну, оно не то, что вызывает смех, ну, когда, когда хочется увидеть хотя бы одну хорошую модель, действительно, качественного построения, вот почему блендов нет, вот я имею ввиду, вот это, то есть, берем, отрываем поверхность, вот это, переносим ее на вот этот слой, change, и смотрим, почему блендов нет, почему одной сделано поверхностью, почему нет блендов, вопрос, здесь бленды просто напрашиваются, ну, вот они сами по себе, то есть, режем, раз, два, три, четыре, пять, шесть, ну, пускай я буду грубо делать, семь, вот здесь, вот здесь, вот это должно быть все порезано, ну, вот, просто порезано, вот так, я бленды удаляю, вот бленд, вот бленд, вот бленд, вот бленд, там где изгиб, там бленд, вот бленд, вот так она должна быть изначально построена, по таким поверхностям, вот они, и, соответственно, теперь, если мы делаем бленды, то есть, берем, вот поверхность, да, берем бленд, строим вот он отлично просто отлично здесь все само по себе строится но здесь строится до такой степени замечательно здесь конечно понятно будет такой момент нехороший но в плане построения я чуть-чуть просто подправил то есть вот они бленды другого больше ничего надо и симметрия все ну то есть как бы вот эти все формы надо учиться считывать и как только начинается с закругления все это бленд или филе в зависимости конечно какие там претензии по построению но это вот должна делаться по идее знаю комментариях напишите то есть как бы вот вот они грубые бленды простроены но вот они поверхности они должны быть по идее вот такие здесь тоже возникает куча моментов куча вопросов даже по построению этих дисков они хорошие формы передано все вообще отлично но почему же так и треугольные патчи у меня всегда вызывают какое-то раздражение и пренебрежение просто треугольных патчей вообще просто надо стараться избегать но здесь как бы все хорошо построено вот этот момент здесь все довольно даже вот в этих местах здесь все просто отлично построено ну на автомате наверное скорее всего делалось ну вот такие вот моменты которые можно было бы разобрать еще даже уже как бы разбирать нечего то есть выделяем модели открываем наши включаем наши изокривые и пока он их прорисует хотя он должен быстро их отображать на основании простых поверхностей получаем вот такого попугая разноцветного вот он попугай настоящий должно быть таким и вот плотности разные здесь спанов куча и будут кривые поверхность потом конечно почему кривые машины ну в смысле по поводу модели когда берешь потому что вот они так вот не по правилам сделаны правила не для того чтобы их кому-то навязывать нет если их придерживаться то построение будет отлично ну как бы человек наверно смог кривые простроить да вот эти все человек смог это все как бы форму передачек смог это сделать ну то есть почему тогда человек не смог сделать это по скажем каким-то нормам каким-то правилами и она была может быть спешил но здесь тоже как бы такое понимание ну то есть это второй рояль в кустах и на самый конец третий рояль в кустах здесь он такой довольно интересный внимание знакомимся с моделями дэвид полазини 3d автомобиль нерпс моделя базируется он в турине в италии и не там все вообще пропитаны этим всем смотрим первое просто ради интереса это нерпс модели это просто такое ну это видно но здесь вот в этих моментах насколько я помню он вначале не выкладывал сетку сетку ну вернее патч layout единственное что предположим у этого nissana там внутри у него мэш а все вот смоделировано это рино то есть все вот и вот да вот эта часть смоделированного рино а сиденье там и корпус там что-то еще это мэш но вначале он не давал как сказать не давал сетку то есть не было патча вот это следующая то здесь можно зайти пересмотреть я ссылочку повешу но здесь все довольно таки качество все сделано по поводу рендеры никаких моментов озвучивать не буду но как бы мы смотрим просто на модели да они вот такого плана но здесь вот опять же в самом начале он не выкладывал патч layout сделано но все добротно все сделано по правилам в некоторых случаях скажем очень сильно идеально а ну вот здесь six and belts by grab card то есть он откуда-то брал какие-то моменты то есть совмещал и дальше модель делал и потихоньку можно это пересматривать как бы как человек работает с кривыми с поверхностями ну здесь вот какой-то момент здесь на рендере да но свет кстати ничего не прощает то есть как только модель попадает в какую-то освещенную среду свет сразу все покажет то есть где было правильно где было неправильно где хорошо где не хорошо ну и в итоге и вот дальше здесь уже какой-то из серии работ человек показывает патч layout ну скорее всего вот здесь конечно просто патч layout здесь нет из-за кривых поэтому сложно сказать как он что строит но поверхности вот маленькие да то есть все аккуратно все сделано довольно ну по поводу вот стекол здесь как бы я не буду ничего озвучивать не скажу не знаю просто опять же я просто делаю свои собственные выводы кто-то сделает свои но уже дальше вот он выкладывает структуру патчей то есть вот как у него бленды сделаны да он все делает все делать более ну по поводу капота я конечно может быть там соглашусь не соглашусь но согласен потому что модели она вот довольно таки отлично и разбиты вот на не знаю там односпановыми не односпановыми делалось но все сделано вот довольно таки хорошо отлично просто лишних поверхностей никаких нет то есть вот он бленд да тут вот у нас ну может быть и есть может ошибаюсь опять же ну как бы ну по крайней мере нам вот это смотреть приятнее и анализировать по структуре по построению то есть этот мы проходим дальше следующую модель он делал ну то есть по рендерам ничего сказать здесь тоже нет сетки а вот в этом случае получается интересный момент сама форма автомобиля отличная вот эти боковые моменты вообще замечательно сделаны то есть выглядит это а ну вот вот в этом случае он правого внутренности это мышка то есть уже был как готов ну какие-то части а внешность внешность экстерьером делал моделировал и дальше вот здесь если опуститься сюда вот здесь даже видно да вот эти кусочки вот здесь то есть можно анализировать как патчи идут куда построение как шло приблизительно хотя бы да здесь конечно бленд нужен был здесь кусков тоже такое количество почему-то стекло на три части разве разрезано ну как бы какие-то вопросы возникают в принципе вот модель по патчам она вроде как хорошая такая но опять же это надо саму модель здесь у него кажется не здесь сейчас посмотрим то есть вот этот момент человек понимает что он делает передает хорошо формулу сделать все очень-таки интересно это на мой взгляд ну нету но только вот в некоторых местах у него есть патч layout то есть макет патчи и желательно конечно просматривать смотреть как моделирует из чего это все состоит и пытаться как-то анализировать то есть выяснять какие-то моменты ну вот для рина это просто прекрасно то есть это не валясь и делалась насколько я понимаю именно в рина он насколько я понял у него есть образование какое-то именно связано связанное с автомобилями поэтому скорее всего человеку легче в этом вопросе ориентироваться и плюс porsche вот эти вот макларен довольно сложные по форме если вот эта рубленая скажем ну здесь ребра видны то есть можно ориентироваться то предположим в этом случае уже довольно тяжелее то есть здесь огромное количество работы было проделано и все очень ну то есть такой рояль в кустах но вот работа этого человека интересно скажем поэтому возвращаясь к последнему правилу все их уже больше рассматривать нечего уже здесь все рассмотрено единственное что здесь в этом видео я в описании приложу еще два момента здесь на сайте есть theory builder ну то есть теория построения фундаментальная основа теория построения здесь можно смотреть то есть понимание нерпс что это такое как бы откуда оно все это взялось куда оно шло и как это все получалось то есть вот раньше как было да потом соответственно все математически описали описали потом терминология вторая то есть degree span здесь все есть как это строится как меняется почему здесь все все приведено то есть полностью почему односпановые почему выйти спановые что такое нормаль что такое u direction что такое u direction ну то есть полностью все моменты то есть что такое если мы вам секунду жив diferentes понимаете이즈 любите позиция тангетант без 나옵и знак привезла кривизон g3 то есть как контролировать сопряжение вот эти то есть здесь даже описываются радиус как различается в одном instrument то есть автоматический tangent offset и центр радиус ну то есть почему изменения ну то есть здесь довольно таки серьезные вот эти вот моменты по поводу зажигания инструменты которые работают continuity то есть раунд может только g1 строить например ferret может даже 3 blend даже 3 line даже 3 rail даже 2 square даже 2 ну то есть как бы такого плана здесь описывается и construction tolerance допуске как с ними работать радиусы указываются то есть же 0 здесь вот как раз получается такой момент g0 вот max gap максимальный зазор дистанция между поверхностями вот g0 как определяется g1 continuity angle measured in degree это измеряется в градусах отклонения от нормали то есть вот она например ну получается у нас вот здесь вот угол да то есть как эти понятия расшифровывать скажем между 2 например здесь уже идет measured in ratio по радиусам то есть разность радиуса здесь все полностью описано все дается как вот и топология и упрощение и вот по кривым то есть как кривые досмотреть то есть как идет поток то есть график кривизны да почему кривизна обратно пропорционально радиусу то есть здесь все описывается полностью то есть же 0 позиция вот не совпало радиус 274 радиус 322 никак не совпало да дальше там же у нас радиусы тоже не совпадают да дальше уйдет кривизна радиусы совпали и дальше у нас идет кривизна по 3 поток радиусы тоже совпадают но там по контрольным точкам ну то есть радиус продлевается еще дальше ну то есть здесь все расписано опять же по поводу инструментов по поводу вот этих моментов cross-section editor тоже ну это инструменты алиоса конечно но опять же как оценивать оценка то есть reflection line то есть как мы смотрим да как у нас отражение идут как у нас ISO angle то есть нормаль да как у нас свет падает как у нас световой туннель проверяется зебра ну то есть здесь всего полно очень много всего как зебра вот рисунок отличается да здесь тоже это все показано то есть вот они инструменты тоже для оценки для анализа как должны быть отклонения то есть какие должны направления поверхности то есть плюс-минус то есть здесь есть flat curve по одному направлению в екер в очередь по другому да вы ек по одному по второму то есть полностью описывается принцип минимум и максимума то есть где смотреть какие есть surface break то есть это ошибки построения вот выходят то есть как посмотреть всю модель где неверно ну то есть вот эти моменты они все есть все то есть и вот даже по поводу того что у некоторых своих видео рассказывал о том что лицевая и изнаночная то есть surface edit orientation set orientation и соответственно мы должны получить вот такой момент не вот этот в разные то есть лицевая и изнаночная должны быть получить лицевая сторона то есть в этих дальше идет обрезанные поверхности trim note trim curve on surface то есть кривая на поверхности ну здесь полностью все расписано то есть все есть можно смотреть пытаться разобраться соответственно у нас окружности почему периодически почему не периодически почему произвольная форма вот периодик нон периодик то есть чем отличается как бы rational рациональная геометрия то есть почему у нон периодика точность скажем должна быть по идее больше ну то есть со всем этим надо сидеть разбираться как бы здесь вот все расписано по поводу нерпс моделирования все полностью вся вот эта теория дальше идет о том workflow то есть кривые первичные поверхности raw graphics это у нас ну скажем шаги да какие мы должны сделать здесь приводится кратко understanding класс а то есть уже дальше рассказывается про класс а построение почему так как это анализируется какие инструменты используются reverse engineering соответственно дальше до готового дизайна скажем и quick tip это уже дальше идет непосредственно отношение имеет к самой программе alias и дальше там апдейты по версиям alias то есть вот здесь собрано ну на мой взгляд я могу конечно ошибаться вот здесь вот в двух местах golden rules theory builders вот здесь золотые правила построения и фундаментальная основа построения здесь собрано все по поводу нерпс если вот это освоить то в итоге в голове будет стройная картинка по поводу того как это все моделируется и какие требования по построению то есть здесь все разобрано поэтому рекомендую вот это изучать вот эту часть переведенную вот эту часть она из справки по alias они могут немножко отличаться я повешу в описании под видео ссылкой на яндекс диск можно скачивать можно читать просто я делал перевод и соответственно сохранил его на всякий случай но он может отличаться от теории билдера которая в справке alias они немножечко чуть-чуть отличаться здесь более расширено потому что здесь человек непосредственно занимается мобилированием в автомобильной промышленности а теории билдер просто в alias немножко отличается потому что там все включает себя ну можно сравнивать можно перевести себе если нужны будут вот эти моменты объяснения можно сделать еще один плейлист на канале то есть можно рассмотреть еще и вот эти ну это лучше в комментариях написать нужны они не нужны потому что как бы вот это самое основное но здесь будет расширено и чуть чуть больше теории ну такой первоначальная первоначальная до окончательного скажем так поэтому в комментариях пишем критику пишем какие-то моменты свои собственные пишем какие-то вопросы попытаемся разобраться на этом правило заканчиваю и плейлист этот по поводу золотых правил моделирования тоже заканчиваю они это правило для понимания и если это понимать то в конечном итоге модели будут там выглядеть качественнее то есть вот это для качественного построения